Транспортная компания «Питер Авто» 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 Все, кто пользуется общественным транспортом, теперь испытывают моральные, нравственные и физические страдания, что крайне отрицательно сказывается на состоянии здоровья. В 2020 году по инициативе мэра был заключен контракт с компанией «Питер Авто» на сумму 22 миллиарда 300 миллионов сроком на 10 лет. Жители города Новокузнецка не просили мэра о проведении этой реформы, все были довольны ранее действовавшей транспортной системой. Здесь немножечко следует сделать акцент на том, сколько было транспорта в городе Новокузнецке до реформы и сколько сейчас. То есть было 540-600 автобусов, а после реформы в 2-3 раза меньше. Была официальная информация министра транспорта Кузбасса Рубана, он сказал, что автопарк Новокузнецкого филиала «Питер Авто» насчитывает 229 автобусов, но фактически на линии выходит меньше, так как часть из них стоит на ремонте. До 6 ноября в Новокузнецк должен прибыть 341 автобус, но поставки до сих пор нет. Компания «Питер Авто» зарегистрирована в налоговой инспекции Санкт-Петербурга, следовательно, налоги будут уходить в Питер и пополнять его казну, а не бюджет Новокузнецка. Это также является убыточным фактором для нашего города и его жителей. Прежняя транспортная система в Новокузнецке отлаживалась десятилетиями. Люди могли без проблем добраться в любую точку города, но после этой реформы ситуация кардинально поменялась. Количество автобусов и маршрутов сокращено более чем вдвое, нумерация изменена, совершенно непонятно какой автобус куда едет. Водители иногородние, вахтовики, не знают города, улиц, остановок, маршрутов, в результате чего всего лишь за несколько дней они совершили ряд дорожно-транспортных происшествий. Повредили несколько автомобилей жителям города. Один водитель проехал на красный запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на пешехода-женщину, причинив ей тяжкий вред здоровью. Автобусы Питерафта и особенно длинномеры маломобильные для дорог Новокузнецка. Они вообще не предназначены для наших дорог, не могут развернуться, перекрывают движение транспорта. Следовательно, ДТП продолжаются и будут продолжаться. У Питерафта отсутствует необходимое количество водителей. В своих публичных выступлениях в средствах массовой информации и на телеканале НОВА ТВ мэр Кузнецов признал провал кадровой работы и диспетчеризации. Нет диспетчеров и механиков. Водители-наемники, викинги, вахтовики. Проблема отсутствия водителей. Вместо 1 тысячи всего около 370 водителей. Программы из Москвы, компьютерная система дает сбои. То есть валидаторы, которые заменили кондукторов, они в общем-то так до сих пор и не работают так, как должны работать. Бюджет города будет пополняться за счет пассажиров. Ранее, до начала реформы, мэр также публично уверял жителей Новокузнецка. Если у Питера авто здесь, в Новокузнецке, не пойдет работа, то мы с ними будем прощаться. Контракт будет расторгнут. И они будут в черном списке по России. И даже грозился отомстить им. Все это было в прямом эфире. Реформа не пошла. Но контракт мэр не расторгает. Вследствие значительного сокращения количества автобусов, до безобразия увеличились интервалы между рейсами. И теперь пассажиры вынуждены ожидать автобуса по 30-90 минут. Из-за чего автобус приходит к остановке уже переполненным настолько, что не все ожидающие могут войти в него. Буквально выпадают из дверей. Создается давка. Пассажиры как селедки в банке. При такой плотности соблюдать социальную дистанцию и масочный режим нет никакой возможности. Без маски воздуха не хватает, а в ней тем более дышать невозможно. И все это происходит в условиях пандемии коронавируса. Кроме того, в переполненном автобусе пассажиры подвергаются опасности заражения ОРЗ и туберкулезом. Из-за переохлаждений, произошедших в результате долгих ожиданий автобуса, значительно повысился рост заболеваемости ОРВИ среди взрослых детей. Ну а потом власть скажет, что это коронавирус. Мэр и губернатор умышленно создают условия для массового заражения жителей Новокузнецка коронавирусом. Здесь, в Сибири, морозы могут привести не только к переохлаждению организма, но и к обморожению, в том числе и у детей тоже. Полторы тысячи наших новокузнецких водителей и кондукторов из-за транспортной реформы лишились работы. Они и их семьи остались без средств к существованию. Нанесен ущерб малому бизнесу, пополнявшему казну города. Маршруты автобусов изменили настолько кардинально, что время в пути теперь превышает в 2-3 раза. Если раньше доезжали до места за 15 минут, теперь за 45 минут. До реформы ездили быстро, прямым рейсом, без пересадок. Знали расписание автобусов. Везде успевали вовремя. А теперь приходится ездить с пересадками, тратить время, деньги, нервы, здоровье. И к тому же это приводит к большим опозданиям на работу и учебу. И как следствие к нареканиям и штрафам. Раньше почти все автобусы шли через вокзал. А теперь добраться до вокзала это великая проблема. При пересадке с автобуса Питер Авто на троллейбус, пассажиры вынуждены платить дважды. Так что никакой обещанной выгоды и экономии для жителей нет. Как раз наоборот, убытки. Многие дети из микрорайонов ездят на учебу в центральный район города. В общеобразовательные, музыкальные, художественные, спортивные школы. В созданной мэром неразберихе страшно выпускать детей из дома. Неизвестно, куда они уедут по незнакомым маршрутам с незнакомыми им номерами автобусов. Доберутся до школы или нет. Да при этом еще продолжительное время будут стоять мерзнуть на остановках. У нас здесь Сибирь с жесткими морозами, порой ниже 40 градусов. Кроме автобусов ни на чем не уедешь. Здесь нет метро, как в Москве. Трамваи мэр сократил как нерентабельные. Хотя они были очень востребованы жителями. Сибирь это край суровых морозов, поэтому ни при каких обстоятельствах не может быть территория для экспериментов с транспортом. И для экспериментов над людьми и детьми. В первые недели водители вахтовики Питерафта чудили в Новокузнецке неподетские. Многие из них спрашивали дорогу у пассажиров, куда ехать, где поворачивать. Один водитель не знал, куда повернуть с кольца и ездил по кругу. Другой заехал вместе с пассажирами во двор жилого дома. Третий уехал в поле. В подтверждение этому есть у жителей нашего города видеосъемки. Это было бы смешно, если бы не было так грустно. Потому что люди садятся в автобус для того, чтобы уехать на работу и по своим делам, а не кататься просто так. С жителями города мэр разговаривать не желает. Заявил, что неудобную и убыточную для жителей Новокузнецка транспортную реформу не отменит. И пригрозил, что война с жителями, которые не согласны с транспортной реформой, закончится громко и с привлечением правоохранительных органов. Это было сказано также в телепрограмме «Утро с мэром» публично. 24 ноября 2020 года состоялась встреча жителей с представителями власти из администрации Новокузнецка. На которой начальник правового управления администрации города Баскакова Ирина с ненавистью и злобой грозно кричала на жителей молчать. Это видео посмотрела вся Россия. Вот такое отношение у власти Новокузнецка к населению нашего города. Никаких положительных результатов эта встреча, которая длилась в администрации 3 дня, к сожалению не принесла. Несмотря на протесты жителей по введению транспортной реформы в период пандемии коронавируса, а также несмотря на катастрофическую нехватку автобусов «Питеравто» и водителей, мэр и губернатор продолжают преступно игнорировать мнение жителей и продолжают лоббировать, продвигать интересы компании «Питеравто». Ранее мэр оптимизировал и искоренил муниципальный транспорт. У жителей нашего города есть мнение, что он расчищал дорогу для бизнеса «Питеравто». И на этом основании полагают, что в действиях губернатора и мэра содержится коррупционная составляющая. Вот уже почти месяц, как 18 ноября произошла эта реформа. Но несмотря на все корректировки, проведенные мэром, ситуация с транспортом в нашем городе не изменилась к лучшему для жителей города. Автобусы «Питеравто» продолжают совершать ДТП. Это уже последние данные за эту неделю непосредственно от жителей Новокузнецка. Автобусы «Питеравто» продолжают совершать ДТП. Паркуются и отстаиваются во дворах жилых домов. Были вызваны сотрудники ГИБДД, которые зафиксировали данное происшествие. Не соблюдают графики движения, ездят парами друг за другом по два автобуса. Это все жители города видят. А потом жители не могут их дождаться. При таком парном движении автобусы «Питеравто» совершают аварии, врезаясь друг в друга. Буквально вчера и позавчера такие аварии произошли. Эти автобусы довольно часто не останавливаются на остановках, проезжают мимо, оставляя жителей и детей мерзнуть на холоде. У «Питеравто» автобусы «Волгабуса», у которых неудобный салон, очень скользкий пол. Уже очень многие падали в этих автобусах. Пневматические двери перемерзают на наших сибирских морозах и порой не открываются. Пол неровный. Вторая половина салона из ступеней. Поэтому высоко сидящие пассажиры пачкают своей обувью одежду стоящих. Поручни высоко под потолком. Это все жалобы нашего населения. Мэр Кузнецов обещал фиксированные тарифы и оплату за проезд один раз при пересадке на другой автобус. Но в случае пересадки с автобуса на троллейбус приходится платить дважды. А маршруты сейчас все разорваны и поэтому приходится людям ездить с пересадками. Так как у Питерафта к 18 ноября не было указанного в контракте количества их автобусов, губернатор направил в Новокузнецк автобусы из других городов Кузбасса. Но в конце декабря эти автобусы вернутся обратно в свои города и Новокузнецк опять останется без достаточного количества автобусов. Эти автобусы были предназначены изначально Новокузнецку для обновления муниципального автобусного парка. Но после заключения мэром контракта с Питерафта губернатор раздал эти автобусы по городам Кемеровской области. Самое страшное для нашего города то, что он может остаться вообще без транспорта. Вместо того, чтобы на эти 22 миллиарда обновить и пополнить наш городской муниципальный транспорт, мэр принял единоличное решение отдать эти огромные деньги на обогащение иногородней частной компании Питерафта. За временную аренду ее автобусов. Автобусы-волгабусы принадлежат компании Питерафта, а не Новокузнецку. Следовательно, по истечении срока контракта Питерафта уйдет из Новокузнецка и заберет с собой свои автобусы. А Новокузнецка останется без транспорта. Здесь необходимо сделать небольшой разъяснительный комментарий непосредственно для жителей Новокузнецка, которые не понимают все степени трагичности этой реформы. Спросите у себя, что бы вы предпочли? Собственную квартиру и собственный автомобиль? Или съемную квартиру и арендованный автомобиль? Ответ очевиден и однозначен. Каждый предпочитает иметь собственную квартиру и машину. Ведь за пользование съемной квартирой могут не только повысить плату, но и в любой момент могут выгнать из нее. И также могут отобрать арендованный автомобиль, да еще и оштрафовать за ненадлежащее использование. Вот и аналогия. Наш транспорт, который был у нас в городе, был нашей собственностью. А транспорт Питерафта это как съемная квартира и арендованный автомобиль. Каждый предпочитает иметь свое на постоянной основе, а не чужое временно, да еще и платить за него завышенную цену. Для развития городов и наполнения их населением еще в 19 веке знали, что для этого необходима транспортная доступность. Поэтому строили железные дороги, расширяли внутригородские транспортные системы. Ведь чем больше в городе удобного транспорта, тем больше он привлекателен для людей и для их жизнеобеспечения. Но сегодня в 21 веке складывается ощущение, что прогресс пошел в обратную сторону, не к развитию, а к упадку. В Советском Союзе было намного меньше законов, чем сейчас. Но тогда все они работали в защиту прав и во благо народа. А сегодня законов стало не только в десятки, но и в сотни раз больше. Но они почему-то не защищают права простых людей, а наоборот ущемляют. И даже лишают тех прав, которые гарантированы Конституцией. Как говорил древний римский историк Публик Орнелий Тацит, чем ближе к рах империи, тем многочисленнее и бессмысленнее законы. Если в городе нет необходимого жителям количества транспорта и транспортной доступности, то этот город обречен на вымирание. 4 декабря мэр Кузнецов в прямом эфире телеканала Нова ТВ, рассказывая про его транспортную реформу, смачно плюнул на пол телестудии. А перед этим плевком он говорил о зарплате водителей троллейбусов и о том, что в этом году бюджет Новокузнецка уже потерял 1 миллиард рублей, а в следующем 2021 году потеряет 3 миллиарда. Этим плевком мэр наглядно показал не только свою невоспитанность, низкую культуру и неуважение ко всем, но и то, что ему наплевать на права, мнения и интересы жителей Новокузнецка. Все эти миллиардные долги и проблемы лягут тяжким временем на плечи новокузнецка, новокузнечан. А на уплату этих долгов пойдут налоги, которые собираются в население Новокузнецка. У жителей нашего города нет сомнений, что ради погашения этих долгов и ради латания дыр в бюджете Новокузнецка мэрии и депутатам опять будут повышены тарифы, налоги, цены абсолютно на все. Учитывая, что с конца ноября в Новокузнецке наблюдается стремительный рост в полтора-два раза цен на продукты и другие товары, дальше ситуация будет только ухудшаться. Мэр создает городу проблемы, а решать их должно население за свой счет. Это преступно и недопустимо в условиях пандемии коронавируса и экономического кризиса в стране. Своей транспортной реформой и плевком в прямом телеэфире мэр Кузнецов ославил наш Новокузнецк на всю страну. Но такая позорная слава жителям Новокузнецка не нужна. Жители нашего славного исторического города достойны уважительного и человеческого отношения к себе со стороны власти. Все думающие здравомыслящие люди, способные анализировать ситуацию с транспортной реформой, понимают, что затевать многомиллиардную реформу при дефиците бюджета – это смерти подобно. И явно попахивает коррупцией. Чтобы себя хоть как-то реабилитировать в глазах общественности города Новокузнецка и не только нашего города, власть теперь ежедневно через СМИ и интернет выкладывает свои ролики и внушает, что транспортная реформа в Новокузнецке завершилась благополучно. Но это совершенно не соответствует реальной действительности. Мэр уничтожил нашу транспортную систему, которой все жители были довольны, но не смог создать новую, которая бы отвечала требованиям жителей и обеспечивала бы их жизненные потребности. Одним словом, хотел как лучше, а получилось как в Перми, которая так же как и Новокузнецк пострадала от компании «Питер Авто». После того, как мэр объявил о транспортной реформе, перевозчики Новокузнецка заявили свой протест. Несколько месяцев на автобусах были плакаты мэра в Питер. А сегодня многие жители Новокузнецка считают, что Сергею Николаевичу Кузнецову лучше вернуться в его Киселевск и там устраивать реформы на благо его родного города. А в Новокузнецке есть свои достойные претенденты на должность мэра. Это коренные жители города, которые по-настоящему любят наш город и с уважением относятся к народу. Жители Новокузнецка не смирились с транспортной реформой мэра Кузнецова и направили свои многочисленные жалобы в разные инстанции. Это обращение и аналогичные были направлены в прокуратуру, ну а также профсоюз Союза СССР, в КПРФ. А ранее Лига наших местных перевозчиков обратилась с жалобой на действия мэра в прокуратуру города. Позавчера они получили ответ, из которого следует, что выявлен ряд нарушений в ходе реализации транспортной реформы в Новокузнецке. Установлено, что на 9 ноября не были предоставлены документы по двум муниципальным контрактам. То есть мэр и администрация города знали, что у Питерафта нет необходимого количества транспорта, но не приняли никаких мер к тому, чтобы не допустить транспортного коллапса в Новокузнецке. Однако, несмотря на выявленные нарушения, прокуратура города Новокузнецка не усматривает, не находит, не видит оснований для расторжения контракта с Питерафта и для привлечения мэра к ответственности. От такого ответа у общественности Новокузнецка сложилось мнение, что рука руку моет. 26 ноября в Новокузнецк приезжал губернатор Цивилев. Вместе с мэром они немножко проехали на автобусе Питерафта и вынесли свой вердикт. Транспортная реформа состоялась. Мнение жителей их по-прежнему не интересует и на протесты они не обращают внимания. Одним словом, сытый голодного не разумеет. Если бы мэр и губернатор каждый день ездили на общественном транспорте, а не на служебных, комфортных и теплых джипах, то, может быть, тогда они и поняли бы, каким сложностям для новокузнечан привела их транспортная реформа. Вопрос. А где же наши депутаты, так называемые народные избранники, слуги народа? В чьих интересах депутаты городского совета Новокузнецка принимают свои решения? Кому во благо? Почему они встали на сторону чиновников, а не жителей Новокузнецка? Во время выборов они обещали действовать в интересах народа, но сразу после выборов забыли о своих обещаниях. Три дня жители Новокузнецка выражали свой протест против транспортной реформы в Большом зале администрации города, но ни один депутат там не появился и не встал на сторону жителей. Закончить это интервью мне бы хотелось на позитивной ноте. Я хочу поздравить всех вас с наступающим Новым годом и пожелать всем добра, счастья, здоровья, любви, благополучия. А для моих земляков из города Новокузнецка хочется выразить особое пожелание, чтобы мэр Кузнецов и губернатор Цивилев признали свою ошибку с транспортной реформой в Новокузнецке, отменили эту реформу и выполнили желание народа, вернули обратно нашу отлаженную десятилетиями транспортную систему. Не так страшно ошибиться, как страшно не исправить свою ошибку. Мир спасет не красота, а красивые поступки людей. Всего доброго вам всем!